Карамба ТВ представляет Здарова! Знаете, вот старшее поколение всегда говорит младшему, что мол у них в детстве нихуя не было Ну типа у нас есть сейчас гораздо больше вещей и возможностей, чем было у них в нашем возрасте Я раньше думал, да и похуй, это ведь логично, прогресс на месте не стоит И понятно, что например у наших детей будут вещи, которых не было в детстве у нас Не знаю, какой-нибудь там телефон с приложением лазерная пушка и виртуальная вагина А если вообще все перевернуть, я с таким же успехом могу своим родакам предъявить Типа вот у меня в детстве не было деревянного коня, бронированной детской коляской и ретро-велосипеда Но увидев вот это видео из времен детства моих родителей, я пересмотрел свою точку зрения Да, вот теперь я по-настоящему понимаю, что такое тяжелое детство Теперь я понимаю, что такое сдавать норматив по плаванию, когда нет бассейна А вместо лыж они, наверное, по очереди надевали ботинки мальчика с самой большой ногой в классе А вместо футбольного мяча у них был волейбольный ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ, БЛЯТЬ! Хотя... Знаете что? Несмотря на все недостатки и лишения, они могли ценить то, что у них было Ну посмотрите на этого парня По-моему, он просто счастлив Ему даже не нужно было ждать выхода фильма «Матрица», чтобы поиграть в Нео, выворачивающегося от пули агента Смита А вообще это могло быть хорошее артхаусное кино Которое отражало бы однообразность нашей жизни Все мы знаем такую тему, что некоторые любят выпить во время полета на самолете Есть те, кто слегка накатывает прямо перед вылетом Но вот чувак из следующего видео, по-моему, все границы перешел И я сразу говорю, это видео с телефона, которое при съемке любят держать вот так Окей, ну перебрал мужик немного С кем не бывает? Летел чувак в Стокгольм Наверняка рейс задержали Вот он со скуки в бар и пошел Один виски, второй виски, третья бутылка И вот он уже стоит в очереди на рейс в Бангкок и борется с гравитацией И да, дальше лучше О боже, это же контрабандист! Вы только посмотрите! Он незаконно перевозит двух лысых сиамских близнецов И знаете, именно про них я могу сказать одну очень знаменитую фразу Представьте, после всего дерьма, которое было между ними, они все равно вместе Вот что значит настоящая дружба Я думаю, эти ребята заслуживают награду Давайте похлопаем! Они действительно ее заслужили! АПЛОДИСМЕНТЫ А, да! Продюсеров заметили эту тенденцию И вот вам первые попытки популяризовать электричную музыкальную культуру ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдем бросать! Ну, по-моему, это успех Если ты вызываешь эмоции у людей, значит все не просто так Публика настоящих талантов делится на две категории Те, которые восхищаются их творчеством И те, которые их тупо ненавидят Равнодушных нет Правда, я думаю, в этом вагоне преобладает вторая категория Но это ничего Главное, она привлекла внимание Да ладно! Ей даже деньги дают Либо это за то, что она наконец прекратила Либо это подставной человек Вы знаете, у каждого по прошайке в шапке всегда лежит немного мелочи Которую он туда сам положил Чтобы люди думали, что ему реально денег дают И подкидывали свою Здесь такая же психология Все было рассчитано на стадное чувство обитателей вагона Не, ну серьезно Например, если закричать в электричке Нас затапливает водой, если мы не будем выбираться, мы все утонем Народ сразу же ренится спасаться А если закричать О боже, как она восхитительно играет Дам-ка я ей чирик То вполне возможно, что все достанут мелочи с карманов И озолотят бабулю И кстати Посмотрите, как мужик аккуратно расстегивал куртку Я было подумал, что он сейчас резко вытащит мачете из внутреннего кармана И отхуярит ей руку Знаете, мне эта шняга фильм Кинзадза напомнила Ван, ту, три Мама, мама, что мы будем делать? Ку! Это мы очень любить Дядя Вова, скрипачить не нужен Реал, было бы круто, если бы бабка сказала эту фразу после своего выступления Все же любят фильм Кинзадза Ей бы как минимум за референс бабла накинули Но самое главное, что это не все Именно после ее выступления начинается самое интересное А если я ее сломаю, что будет тогда? А почему вы ее сломаете? Нет, вы высчитаете, что вы можете издеваться над нами А кто на двое издевается? Я порву вам все А почему я на двое издеваюсь? Потому что что? Я играю в концерт и деньги прошу Что надо? Ну вот идите в концертный зал, и там играйте концерт Не, ну мужик ей нормальный совет дал Пойти в концертный зал и дать там концерт И вообще, что он до нее доебался? Если вы думаете, что она не умеет играть, то вы ошибаетесь Она настолько шарит в музыке, что прописала музыкальные тренды на 10 лет вперед Просто наши уши еще не готовы к такому радикальному стилю и новому строю инструмента Да и вообще, она не лажает, а просто экспериментирует с гаммами А вот тут за нее точно беспокоиться не нужно Потому что сейчас именно воскресенье И единственное, кто в этом вагоне с будунищей Это и есть эта женщина со скрипкой Сама себе она струны рвать не будет И в самом конце есть очень интересный момент Меня этот пацан с тремя образованиями первый раз тоже с толку сбил Но первый раз она тоже сказала 5 высших образований Но это не важно Важно то, что если у тебя их и вправду 5 И ты имеешь диплом инженера, филолога, журналиста, физика и психолога Это совсем не значит, что ты в совершенстве владеешь скрипкой Так не играть, нас тошнить Спасибо, до свидания Напоследок я решил оставить коротенькое видео В общем оно будет полезно всем мужикам Особенно тем, кто любит рыбалку Если вас заебало ужение, спиннинг, ловли нахлестом, зимняя рыбалка и тому подобное Вот вам новый проверенный способ Охуеть! Это что за магия? Не, ну серьезно После просмотра этого видео давать на ротан станет гораздо проще Ладно, ладно Не ротан это, окунь Но как у него это получилось? Я проводил дни на реке, менял снасти Но мне никогда не удавалось поймать такого крупного окуня Знаете, как-то даже обидно становится Люди тратят деньги, покупают оборудование, удилища, приманки и прочую связанную с этим шнягу Тратят часы на поиски хорошего места и ожидания поклевки Столько трудов А тут какой-то чувак опускает в воду малька и хуяк И вот у него в руке охуенный окунь Я думаю, зря я это видео общественности показал Рыболовные компании разорятся, когда народ узнает, что рыбу можно вот так на живую ловить Но есть там дрессировщики собак, угрозители тигров, арканщики лошадей Но вот повелителя рыб я еще не видел Хотя я понял Это же аквамэн Он единственный, кто может контролировать рыб Видимо, он снял это видео в надежде, что оно станет супер популярным И весь мир наконец-то признает в нем настоящего супергероя Ха, неплохая попытка, аквамэн Но ты и твои силы все так же бесполезны Вы все недели думали, что ж показывал вот этот чувак Короче, вот варианты, которые мне понравились И вот этот, конечно же, самый крутой Как Юра Хой А теперь правильный ответ Я показываю имя Макс на анимон языке А следующее видео на интерактив нам прислал вот этот чувак Здорово, Максим, меня зовут Леха Ваши самые интересные догадки А также правильный ответ мы покажем в следующем эпизоде Присылайте мне видеоответам на YouTube Или вот на этом этапе То, что вы сами хотели бы показать А чтобы это попало в интерактив А также не забывайте, что каждый четверг на сайте Carambo Выходят эксклюзивные эпизоды Плюс 100500 Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео Если ваши лысые сиамские близнецы все еще вместе Это был Плюс 100500 Меня зовут Максим Пока Я хочу прийти ко мне в спальню и заняться паранормальными делишками. Ты что делаешь?